Приветствую вас, Анастасия. Смотрите, какая ситуация. Ваш муж является зависимым человеком, да, у него зависимость от наркотиков в данном случае. И если мы говорим о зависимости, если мы говорим о зависимости, то, что любая зависимость предполагает все зависимого партнера. Самое отношение — это система. И если вы, значит, четыре года встречаетесь с мужчиной наркоманом, то он и вы ходите за ночь, рожаете ребенка, вот. То есть, скорее всего, вы созависимый партнер. Вы созависимый партнер. И ваша созависимость, вот, она проявляется, ну, скорее всего, немножечко в других вещах. То есть, она проявляется, созависимость ваша, скорее всего, ну, знаете, в чем-то другом. Да, то есть, ну, у вас, к примеру, не наркотическая зависимость, в отличие от мужа. А у вас зависимость, там, какая-то другая. Например, зависимость, там, от самого мужа, допустим, у вас зависимость. И вы, вот, двадцать один год, почему-то уже замужем, и у вас уже есть ребенок. Да, то есть, я вот сейчас открою вас, я посмотрю. Да, да, да. Четыре года подряд. То есть, четыре года вы слышите, что извини, извини, я изменился, я тебя люблю, да? Четыре года, семнадцатый лет. Ну, здесь, соответственно, не может не возникать вопрос такой. Так, ага, вы почему так рано замужем, если почему так рано вы ребенка завели. Вот. То есть, у этого же всего есть какие-то причины, у этого всего есть какие-то основания. Вот. Понимаете? И здесь мы подходим к чему? К вопросу реализации, к вопросу самооценки, мы подходим здесь к вопросу о том, насколько вы самостоятельны. Вот. Насколько у вас четкая система ценностей. Вот. И прочее. Если четкой системы ценностей нет. Вот. Если вы ориентированы, например, не на себя, а на ребенка. Если вы ориентированы не на себя, а на семью, например. Да? То вот вам и основание для созависимости. Вот вам основание для того, чтобы вы себя чувствовали созависимыми. Чтобы вы не могли уйти от мужчин, чтобы вы чувствовали себя вот в такой, своего рода, да, в позиции жертвы. Вот. И все. Поэтому здесь, в первую очередь, нужно обращать внимание на себя. Попрыть на себя, на свои собственные чувства и проживания. Зачастую это срак одиночества, низкая самооценка, нереализованность, отсутствие личных границ. Вот. И такое вот, ну, такое мнение, что, там, что я должна, там, страдать, я должна, там, стараться, ну, не знаю, как-то услужить, да, может быть. И, прочее, 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 прочее. То есть, вот какие-то такие вещи, там. Не совсем, да, не совсем хорошие, не совсем приятные, не совсем удобные, не совсем корректные и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть, стация примерно такая, она примерно вот так складывается, и примерно в таком ключе её нужно решать, да, примерно в таком ключе её нужно решать, вот, то есть, в этом направлении. То есть, идти нужно куда-то, идти нужно ради чего-то, уйти, уходить, если уходить, то, не знаю, с какой-то определённой целью может быть, уходить, если уходить, вот, с какой-то определённой целью. А, понимаете, они просто куда-то уходят, то есть, вы же, вот, вы говорите, что я слышу это 4 года, да, вот, ну, вот эти вот вещи, что я изменились там, просто обо другим прочее, так вы, вы же это слышите почему-то, то есть, вы же на что-то надеетесь, а вас надеет, ваше желание. То есть, определите ли сюда, чего ходите вы, а в результате чего и благодаря чему, то, что с вами сейчас происходит, стало возможным, да, вот, и вы увидите сами, как вам стоят дела. И да, придётся, как бы, предпринимать такие вот, не самые приятные решения, не самые приятные, делать не самый приятный выбор, но для вас и для ребёнка это будет на пользу. Опять же, если у вас будет цель, если вы будете делать это для себя и для своего ребёнка, то ситуация будет только улучшаться, а не ухудшаться, как это происходит сейчас, на мой взгляд. Вот, понимаете, такая история. Поэтому вопрос, вопрос позвали правильно, как уйти, но чтобы уйти, нужны ресурсы, а ресурсов нет. И нужно понять, на что тратить, на какие противоречия, какие внутренние конфликты ваши ресурсы расходятся, вот, чтобы помочь вам, возможно, эти внутренние противоречия разрешить, чтобы помочь вам внутренние конфликты снять или, хотя бы, ослабить. Вот, и тогда уже вы сможете двигаться куда-то дальше, двигаться куда-то вперёд. Вот, ну, зачастую, зачастую, зависимость, вот, созависимость, созависимость, она начинается с, э, простраивания личных, личных границ между мной и другим человеком. Умение, умение говорить нет, э, как варианты, как, как, точнее, не вариант, а как минимум, вот, и ориентировать себя не на партнёра, да, не на мужчину, а на себя, вот. Опять же, опять же, обратим внимание, внимание, да, на то, что вы говорите, что, э, мужчина там, слайд, где попал. Ну, вот, если он, э, как, вот, вы говорите, слайд, где шабал, значит, у него есть, что? Есть мотивация, да, у него есть мотивация, а, считаться, где попал, ну, вот. Ну, у него есть мотивация, у него есть, э, э, возможность взяться, где попал. А почему он это делает, да, потому что он, к примеру, вас не ценит, не ценит, да, согласен, вот. А почему вы не цените себя, возникает вопрос, да, что стоит, вот, на пути, этом пути, на пути, э, оценивание, такого, ну, такого вот, здравого оценивания, я бы сказал, себя, вот. То есть это тоже очень, очень важные такие моменты, вот, на которые вам нужно обратить своё внимание. И, в образ он, в итоге, вот, в образ он, в итоге, сводится-то не к тому, что, как вот я работал, а просто, а, глобально немного, насколько аутентично я живу и насколько аутентично я выражаю себя другим людям, например. Ну это, как говорят. Потому что, ну, уйти вы идёте, допустим, совершите такое волевое, волевое, э эм, ну, волевое действие совершить, составить себя, вырвить. а дальше что дальше уйдет и что дальше дальше если человек как вы говорите будет доставать то вот нужно прибегнуть к защите которая есть запрет судебный запрет на приближение к дому к рекламе над всем этим нужно приниматься а вот почему то воли кому чтобы этим заниматься нет вы почему то этого всего не делаете вот нужно разбираться в том что вы хотите для вас важно и уже как то вот исходя из этого исходя из этих моментов исходя из того что вы хотите что вам нужно вот уже как то двигаться дальше двигаться вперед а 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 вот думаю думаю что а а а а а а а а а вам примерно можно дать а а а а а а а а в соответствии соответствии с тем, что вы написали написали вот почитайте похоже это, знаете, про созависованность чтобы понимать чем встретиться и почитайте про наверное треугольник карпана драматический треугольник Вот, за него еще почитайте, тоже очень полезная здесь история, полезный момент, который позволит вам несколько лучше понимать, что происходит. И сделает некий такой вектор для терапии, для исследования проблемных моментов, болевых моментов. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.